Сегодня в гостях в нашей студии итальянский писатель, публицист, общественно-политический деятель, президент общественно-политического движения общеевропейского альтернатива, господин Джульетто Кьеза. Здравствуйте, сеньор Кьеза. Но мы будем говорить о делах, которые касаются нас, России, напрямую, и в частности самое больное, что сейчас есть, это ситуация на Украине. У нас принято считать, что Украина сама по себе стала лишь поводом для того, чтобы на Россию начали оказывать давление и практически развязали против нее новую холодную войну. Не было бы Украины, нашелся бы другой повод. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Ну да, это более-менее совпадает мое мнение. Они использовали Украину как дубинку, чтобы бить по России. Вот значение такое. Но это не только местный кризис, это кризис мирового масштаба. Потому что после того, что происходило все эти месяцы, последние практически чуть-чуть больше года уже, получается, что ситуация стремительно ухудшается во всех направлениях. Значит, это не случайно, не, что ли будет местного характера. Это столкновение между Западом и Россией, в прямом смысле слова. Вот. И это новость. Я не вижу ничего подобного после... сколько лет? 62-го года, когда был кризис ракет. Карибский кризис? Карибский. Но тогда это был момент, когда Советский Союз и Соединенные Статы Америки оказались в прямой конфронтации. А сейчас то же самое. Наоборот, уже Советский Союз уже не существует, существует Россия. Но в этот раз опять столкновение происходит прямо. Это, с другой стороны, нету Соединенных Статов Америки, НАТО. Но это то же самое. НАТО против России. Синьор Кезе, а почему именно сейчас? Почему не пять лет назад и не через пять лет? Потому что кризис, несмотря на то, что они все средства нашей информации повторяют, кризис в Америке, американское общество вообще, американская цивилизация, я бы сказал, находится в глубочайшем кризисе. У них нету рецепта, чтобы выходить из этой ситуации. Между прочим, кризис надвигается ускоренными темпами. Они спешат. Видно, что они спешат. Что они должны сделать что-нибудь, чтобы захватить, снова захватить власть в мире. Я так интерпретирую. Потому что во второй половине века, прошлого века, они действительно были империей. Они доминировали мир. Препятствия не существовали. Они последние, особенно последние 20 лет, просто после крушения Советского Союза, они стали руководители мира. Ну, а сейчас вдруг, в начале 21 века, оказывается, что такие перемены глубокие и расширенные происходили, когда это очевидно, что Соединенные Штаты Америки уже не империя. Значит, они не могут уже управлять мир. А Соединенные Штаты Америки намерены, у них есть намеренные статы, доминирующие в любом случае. Они не могут даже представить, что мир не может быть под их руководством. Между прочим, идея американского руководства давно она насрела. И насрела очень агрессивно. Я помню, что в 1998 году они, вот эти, они, неоконсерваторы, производили одну теорию, один документ, который называется Project for the New American Century, PNAC. Проект на новый американский век. Да, проект на новый американский век. Именно вот, 21 век, в их представлении должен обязательно быть американский. А вдруг, а вдруг мы находимся на первые 15 лет этого якобы доминирования, и они не доминируют. Тогда давайте вернемся все-таки к Украине. Американцы втянули Европу в эту, ну, скажем так, авантюру. Но осознает ли Европа, либеральная Европа, что поддерживая современные киевские, киевское правительство, оно тем самым оказывает покровительство откровенно фашистским элементам, примкнувшим к этому правительству, имеющимся в нем. Причем эти фашистующие элементы даже не скрывают того, что они фашисты. Вы говорите, фашисты, по-моему, они нацисти. Вот это слово более подходящее. Фашисты – это как будто итальянское слово, а здесь итальянского нет. Это нацизм. И правильно, настоящий нацизм. Они считают себя нацистами. И поэтому, вот, вы говорите, Европа. А я отвечаю, а какая Европа? Зависит. Человек на улице ничего об этом не знает. Просто не знает. Не объяснили, не сказали правду, скрывали. Сказали наоборот, что Евромайдан был народ Украины, который восстал против оккупации или агрессии России. Все, что знают люди на улице, это только это. Значит, Россия атаковала. Россия – агрессор против Украины. Украина защитила народное восстание. Россия освободила от нагнетания России в лице господина Яруковича. Вот. Я понимаю, что для русского зрителя вот эта фраза может оказаться странна. Как может быть, что там не знают. А я повторяю. Вот они ничего не знают. Хорошо, это человек с улицы. Но люди, находящиеся у власти, делающие политику, они нацизма не видят или видят, но им, ну и бог с ним. Они частично видят. Я знаю, например, делаю пример. Я знаю много итальянских депутатов, сенаторов, парламентов. Ну, люди, которые находятся между кавичками у власти. Окей? Их уровень информации тоже почти нулевой. Почти нулевой. Почему? Очень просто. Потому что они смотрят и телевидение, и слушают радио, которые говорят все, что я раньше вам сказал. Только это. Поэтому уровень информации. Мне приходилось несколько раз встречаться с этими людьми на публичной дискуссии. Сказать вещи, которые я знаю, для меня это, как для вас, очевиднее. Они смотрят на меня с удивлением, если не с раздражением. Как вы не думаете, Россия, как сказать, атаковала по существу Украину. А где могут быть нацисты? Они освободили страну от нагнетания близкого гигантского, как сказать, соседа. Не знают большинство политиков. Не знают журналисты. Журналисты сами не знают. Есть те, которые врут, конечно. Но есть большинство из этих журналистов. Не имеют малейшее представление, что это была Украина. Что это была история. Что это было 23 года назад, когда Украина еще была в составе Советского Союза. Объяснить, как это функционирует, как это состав общества. Прикодирую, очень маленький пример. Я сейчас веду в Италии телевизионный канал по интернете. Называется «Пандора ТВ». И одна из этих передач, я сказал, знаете, там и убивают русских. А русские защищают. Я сказал эту фразу. Русские защищают. А вот появилась статья в одной из итальянских газет. Где-то. А, Джульетто Кеза признался, что русские оккупировали Украину. Понимаете, до такой уровень. Но это была статья против меня, прямо. Джульетто Кеза признался, в конце концов, что русские оккупировали Украину. Потому что, конечно, я каждый день объясняю ситуацию. Что там существуют русские. Русские внутри Украины. Понимаете, это элементарная вещь для вас. А это совершенно не знакомая вещь для большинства из этих журналистов. То есть, простите, получается, что в 21 веке, веке информации, люди почти так же невежественны, как в 11 веке. У нас есть, конечно, большой поток информации. Есть, конечно. Но это поток информации, где люди не могут даже плавать. Это как река, где они не могут разделить. Их несет течение. Течение, да. Вот сейчас я в Союз очередной раз, это уже как национальный спорт, готовится принять очередной пакет санкций против России. Как далеко они готовы зайти по этому пути? И каково их видение целей? Потому что нужно же понимать цель. Ну, надо определить, кто они. Понимаешь, это даже трудно объяснить. Значит, у нас есть представление Америка. Кто это Америка? Они сами, американцы, знают, понимают. А американцы ничего не знают. 98% в американской публике даже с трудом воспринимают идею, что существует Европа. Понимаете, это не шутка по-настоящему. Сколько, какая информация доходит до американского рядового гражданина? Практически нулевая. Кто читает New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune, не знаю, самые ведущие газеты. Сколько? 2 миллиона человек. Но американцы это 320 миллионов. Остальные, что читают, смотрят место телевидения, смотрят каналы. CNN это не для них, между прочим. Это не для широкой публики. Это уровень информации практически элементарный, нулевой. Уровень культуры этого государства практически нулевой. Это невероятные вещи. Поэтому, когда мы говорим о них, кто они? Сенаторы. А сенаторы имеют представление, они тоже, как итальянский парламентарий, имеют очень упрощенное представление. Они, конечно, врут, но наполовину врут. Другая половина просто, они выражают себя, как они есть. Как они есть. Поэтому... То есть, вы говорите, в общем-то, о крайней безответственности. Да, мы находимся, да. Есть люди, которые принимают решения, даже не зная, о чем идет речь. Ну, хорошо, давайте попробуем разделить Соединенные Штаты и Европу. Европа несет осязаемые убытки от этих санкций. Как долго она готова идти на поводу Соединенных Штатов во имя, в общем-то, ложно понятых идеалов? Есть люди, которые знают. Есть люди, которые не знают. Ну, убираем все, которые не знают и не видят. Они как... Кто-то их управляет. А есть люди, которые имеют план. Вот. План есть. Я повторяю, план это не европейский, это американский план. А большинство политических руководителей Европы, с одной стороны, они очень тесно связаны с Америкой по интересам. Они завязаны от Америки, они связаны с банками, американскими банками. Они живут в американской структуре, они живут в американской представлении жизни. Голливуд. Голливуд определил их видение мира. Понимаете? Вот я так и считаю. Поэтому они идут, куда диктует хозяин. И они идут, Европа идет таким образом. А есть уже люди, конечно, есть такие и много, которые понимают прекрасно, что их интересы стратегически не совпадают с интересами Америки. Есть и такие люди. Предприниматели в Италии, во Франции, в Германии понимают, что если ЦИН против России таким образом, как с санкциями, так американские диктуют, будет для них, конечно, потеря. Будут серьезные ущербы их интересов. Но могут ли они реагировать с трудом? Потому что Америка способна их скорректировать. Очень сильно. Например, смотрите, недавно американская правительство штрафовало одну из самых больших банков Франции. Париба. 9 миллиардов долларов. За что? Потому что они не уважали, не следили за руководством санкций. Они не выполняли функции. Они получили вот этот удар. А остальные банки понимают, не надо вести себя таким образом. То есть получается, что Европа является до известной степени жертвой. Европа по существу, сегодня это колония по существу. Протекторат. Протекторат, как вы хотите. Колония, протекторат. Ущербы есть, но как можно сопротивляться? Более того, руководители Европы более-менее, не знаю, насколько, у меня точной информации нет. Но когда я вижу госпожа Ангера Меркель, который берет его мобильный телефон, немедленно я думаю, а сколько человек слушает вот этот разговор. Это не шутка. Эдвард Зноуден нам объяснил, как это функционирует. Все руководители Европы находятся под контролем секретных служб американских. Это очевидно. Поэтому уровень их свобода, передвижения и мнения очень ограничены. Они находятся под шантажом. Тогда вот какой вопрос возникает. Вот сейчас в Греции было очень много ожиданий, все очень переживали, как на футбольном матче. В Греции победили левые. Они позиционируют себя, как люди, настроенные против, анти-Евросоюз. Но тут же заявляют, что нет, мы из Евросоюза выходить не будем. Как понимать это в свете единства Евросоюза? Действительно ли греческие левые могут, Сириза, может раскачать Евросоюз и расколоть его? Или это больше разговоров? Ну, она может быть вынуждена выходить из Евросоюза. Это один вариант. Конечно, если это будет удар, потому что будет первый раз, когда противодействует. То есть, значит, до сих пор тенденция была расширение. А вдруг одна страна выходит, потому что она не может... Моральный удар. Моральный удар будет серьезный. Ни экономически я не считаю такой серьезный. 300 миллиардов, 303 миллиардов долга – это не такой большой ущерб для Европы. Ничего. Я не думаю, что это экономически. Это будет моральный, политический ущерб. А это может отозваться в Италии, в Испании, в Португалии, говорят даже до Ирландии? Может, потому что значительная часть Европы находится в ситуации ближе к греческому. Поэтому, если кризис задолженности узугубляется, может продолжаться серьезно. Поэтому, может... Это начало кризиса, я так считаю. В любом случае, все, что происходит в Греции, был эксперимент. Неудачный эксперимент со стороны Брукселя. Они хотели проверять, как реагирует Греция. Они хотели наказать Грецию показательно. Да, показательно. Слово показательно подходит. Они хотели бы, чтобы все поняли. Новые правила игры диктуют, что мы управляем, а вы исполняете. Вот и все. Демократия европейская уже... Это уже пройденное время. Никакая демократия. Там есть три структуры, это тройка называется. То есть, насколько я вас понял, первый камень уже покатился. Дальше пойдет обвал. Дальше может пойти обвал, но здесь трудно определить, в каком смысле можно пройти. Зависит от стратегии, которую главные действующие лица будут выбирать. Одна из стратегий, это просто аннулировать Европу и субституировать, я имею в виду с точки зрения Америки. Эта Европа им нужна в определенном смысле только, если она будет подчинена Соединенным Штатам Америки. А если эта Европа показывает, что есть силы, которые не котят, очень просто. Они его сломают, субституируют Европу с Германией. Вот, Германия будет Европа. Для Вашингтона это прекрасно будет. Евро будет стать маркой, немецкая марка, вот и все. Остальные страны будут изолированы и будут оставаться в распоряжении Соединенных Штатов Америки. Италия самостоятельно не может в любом случае защититься. Только Франция была. Но сейчас уже даже Франция не может защититься, потому что уже не время Деголь или Помпиду, или Битеран. Это уже маленькие. Это время госпожа, господина Оландо. Нулевая личность. Франция уже доминировала. Последний президент Франции был Ширак. После этого Саркази, они сдавались полностью. Это уже Саркази-агент. Американцы в состоянии вот так вот скрутить Европу реально? Реально могут, да. Потому что нынешние законы Европы, здесь надо знать, что происходило в Европе, нынешние законы Европы диктуют такую ситуацию, где фундаментальные решения не принимаются европейцами, принимают рынками. Рынки принимают решения. Катите деньги, вы должны обратиться к ринку капиталов. А рынок капиталов – это в руках Соединенных Штатов Америки и Лондона. Это Уолл-стрит и сити в Лондон. Вот это все фундаментальные вопросы экономики Европы и мира, западного мира принимают там. То есть все дороги ведут не в Рим, все дороги ведут в Вашингтон. Все дороги Запада. Потому что уже существует 7 миллиардов человек, которые, конечно, на сегодняшний день подчинены этой идее. Это Вашингтонский консенсус. Но Вашингтонский консенсус – это не мировой консенсус уже. Вот все, что я сказал раньше. Все это было прекрасно для них, пока Вашингтонский консенсус доминировал весь мир. А сейчас, в начале 21 века, мы обнаруживаем, это видно наглядным образом, что существуют гиганты, уже организованные, государства, цивилизации, как китайские, индийские, бразильские, латиноамериканские, которые у них есть интересы, настаивают, объединяются. Вот это БРИКС. Формироваться почему? Потому что кто-то придумал? Нет, потому что это интересы, которые ищут коалицию, чтобы защититься. И действительно этот процесс идет. Доллар самостоятельный не может держать мир. Юан китайский на сегодняшний день сильнее, чем доллар. Не признают весь мир, потому что все привыкли к доллару. Но эта ситуация уже в корне свинилась. Из-за этого, я говорю, что американская структура сейчас спешит, чтобы утвердить, что мы еще, не забудьте, мы еще сильнее, мы можем вам наказать. Мы еще что-то можем. Мы еще что-то можем. 21 век только начался, конца его мы с вами не увидим, но хотелось бы надеяться, что он не будет такой страшной и кровавой, какой был 20-й. И вы знаете, в заключении нашей беседы я хотел бы вас вот еще о чем спросить. Ваша эстонская эпопея. За что вас задержали? Какие предъявали вам претензии? И как вам все это нравится? В этом был сюрприз. Я действительно даже не ожидал. Но в духе того, что происходит, мы дискутировали. А это уже имеет как-то последствия. И есть люди, которые считают, что уже место для свободного передвижения людей надо убрать. Есть уже идея, что разные мнения нельзя свободно выразить. А я из Италии летел в Таллин, а там считают, что все, что я думаю, не имеет права существовать. Понимаете? Не имеет права существования. Ну, какое официальное? Что они вам сказали? Что вы шпион? Что вы грабитель, гангстер? Что? Во-первых, меня задержали и потом экспульсировали, даже не предъявляя никаких обвинений. Не сказали. Да. Меня арестовали в гостинице, не в аэропорт. Аэропорт не смогли, потому что я гражданин Европы, там Шенген, поэтому я не прошел через контроль, паспорт и контроль. Нормально все это никто, были люди, которые меня сдали, проводили в гостинице, сделали интервью. А в 15 часов 30 минут милицейская команда пришла в гостинице, меня задержала. А я сказал, а почему? Ответ. Вы находите на территории Эстонии незаконно. Я говорю, документы, предъявите, пожалуйста. А никакой документ? Он сказал, вот этот ведущий сказал, я здесь представляю государство Эстонии. Вот это объяснение будет найти потом. Меня задержали и ставили в камеру. Камеру в прямом смысле слова. Не телевизионную, а настоящую камеру. Настоящую камеру. Вот. После этого обвинения. Конечно, появились две фундаментальные обвинения. Я для них являюсь членом нескольких организаций, цель которых это восстановить любыми способами Советский Союз. очень сильные обвинения. Но здесь это смешно. Но есть еще другое. Другое, это что я поощрял геноцид эстонского народа. Вот. Ну, чтобы найти какой-то способ. Потому что это все противозаконно. Вот это. Таким образом, они нарушили все правила Европейского Европейского Союза. Сейчас вот это предстоит, конечно, объяснить, в чем смысл, потому что нету никаких доказательств. Я буду подать в суд. Я уже подал в суд. На эстонское государство. Да. Административный суд. Я уже подал на административный суд Таллина, чтобы они вычеркивали это решение, потому что оно вполне необоснованно. С точки зрения административной. Они нарушили правила Европейского Союза, очевидно. Но больше того, меня оскорбили, потому что нельзя что орган Министерства внутренних дел Эстонии говорит, что я пашлял геноцид. Это обвинение, как сказать, преступление против человечества. Понимаете? Вот. Пашлял. А где доказательства? Никаких доказательств нет. Поэтому я уже сказал публично Италии. Если они не извиняются, единственный способ, чтобы они должны извиниться передо мной. Если они не извиняются, я буду подать в суд перед Таллиннский трибунал, уже не административный, чтобы они объяснили, почему нанестили ущерб моей личности в прямом смысле слова. Вот. А потом я дойду до Страсбурга. Суд, конечно, по праву человека. Эта история еще не закончена. Ну, будем надеяться, она закончится благополучно для вас, потому что за такое хамство, конечно, надо отвечать. Большое вам спасибо, сеньор Кьезо. Я хочу напомнить, в гостях нашей студии был Джульетто Кьезо, публицист, журналист, общественно-политический деятель, президент общественно-политической организации всеевропейской альтернативы. Большое вам спасибо, сеньор Кьезо, милеграция. Спасибо. Спасибо.